Чё-то мы, крыныца, с тобой план по сдаче оружия ни хрена не выполняем. Может, блин, своё сдадим? Да не, не вариант. У нас же там серийные номера. Сотрем. Нет, тоже не подходит. Штраф за утерю больше, чем за выполнение плана. Чего они нам не несут? Да потому что люди нам нифига не доверяют. А чего нам не доверяют? Потому что люди привыкли сами защищаться, а не в милицию звонить. Ну чего нам не звонить? Да потому что нам хрен дозвониться. Алло! Алло! Вот, сорвалось. Здорово, мусоряне. Привет, кабанчик. Какими судьбами? Да вот, объяву вашу увидел, что вы, типа, объявили месячник по добровольной сдаче нелегального огнестрельного оружия. И что, типа, всем добровольно сдавшим амнистия и премия. Э, подожди. Какая премия, кабанчик? Ты не перегибай. Да ни про какую премию тут нет. Ага. Ну, на нет и стволов нет. Э, кабан, подожди, кабась. Ну, откуда у нас ментов деньги? Слушай, а премия в размере пол-литрового пузыря тебя устроит? Давай еще сотку накинешь на сигареты. И договорились. Крымница, дай ему сотку. Да накинем, накинем. Ты сначала показывай, что там у тебя. Вот. Водные пистолетики. Разгребайте. Макароны. АКС-ушки. Ё-о-о. Блин, да тут и серийные номера есть. А ты говорил, с серийными номерами нельзя. Хм, надо будет пробить по базе. Слышишь, кабанчик, а оружие случайно в криминале не светилось? Да откуда же я знаю? Может и светилось. Я что, шел, смотрю сумка. Глядь в сумку, там стволы. Смотрю объява. Сразу к вам. Все. Кабан, да ты же нам план по сдаче оружия выполнил и перевыполнил. Красавчик. А что, я всегда, если есть возможность легально на бухло заработать, я всегда за. Молодец. Вот тут подпиши. Это, типа, подписал и амнистия? Ну да, да. Мы потом тут заполним. Нормально. Отлично. Кабан, ну так ты смотри. Если оружие где-то замешано в чем-то темном, то мы к тебе по всей строгости закона. Да. Ага. Думаю, все обойдется. Адьес, мусоряне. Давай. Счастливо. Ага. Ух. Молодца. Ага. Ну что, пробиваем пекали и автоматы по базе и все? Можно чесать за премией? Можно. Алёна, лейтенант Петренко... Товарищ генерал! Да, лейтенант Петренко слушает. Эээ... Как дозвониться нельзя? Да... А! Мы просто заняты были. Да, выполняем план по сдаче оружия. Ага. Почти выполнили. Да. Что? Нашу оружейку ограбили? Три макаровых и два автомата? А! Так мы все уже наш... Ищем! Ищем, да! Но сто процентов найдем! Найдем! Да, хорошо! Все! Кабан, Павла! Стой! Ну, Кабан, я тебя сейчас... Так, ну, с документами у вас все в порядку. Давайте машинку осмотрим. Давай я тебе даю штуку баксов, и ты не проводишь осмотр. Нет, провожу осмотр. Две штуки баксов. Осмотр. Три. Господи, вот это фартанало, а? Вы знаете, как показывает практика? Когда я вижу то, что от меня скрывают, то я зарабатываю гораздо больше. Так что давайте делать осмотр. Уверен? Я уверен в том, что мне ремонт дома надо закончить. Давай ты осматривать машину. Тебе надо, ты осматривай. Пожалуйста, я не орды. Можешь и сам осмотреть. И... Ничего себе! Да тут целая сумка с грошима, блин! А ты мне всего три штуки предлагал. А это что такое? Сумка с драгоценностями. Блин, да это я себе не только ремонт сделать, это же я себе дом построю в Пуще Водицы. Капец! Ну давай, начальник, вызывай наряд, оформляй. Та нашу нам наряд. Я тут сам собей наряд. Ше не такие бюджеты осваивали. Хотя не, вру, такие бюджеты ше не осваивали. Давайте, открывайте багажник. Вот сейчас точно уверен? Конечно! Кто же на самом интересном запыняется? Обычно умные люди. Открывайте багажник! Понятно. Давай, давай! Открывай, открывай! Открывай, открывай! Теж решил досмотреть багажник. Вот це джекпот. Залезай! А я ничего не бачил. А как же, миллионы, патроны, иконы. Вон, с ними поделитесь. А я не жадный. Нехай він все собі забирає. Залезай, я сказал. Уважаемый, я шо хотів сказати? Мене в багажнику дуже укачує. Прямо отак. Ничего страшного. Мне все равно этот багажник после вас мыть. Треба було трешку брать. Так хто ж знал? Я знал. Залезай. Скажіть, а ми далеко поїдем? Тут недалеко. На дно озера. Блин. Да, прав был генерал. Ничего страшного. Зубная фея ему все компенсирует. Ты, кабан, эти сказки для суда прибереги. Так, все. Мне тут все надоело. А ну-ка, срочно выпустите меня отсюда. Кабан, ты че, дурак. Во-первых, не кабан, а майор МВД Кабанов Николай Алексеевич. Майор. У вас там че, целая структура? Министерство воров и дебилов? Ха-ха-ха. Министерство внутренних дел. Пять лет назад я был внедрен в преступную среду для проведения секретной операции. И сегодня завершающий этап. Для какой секретной операции? Ограбление ларька со сладкой ватой. Это всего лишь одно из звеньев сложной цепи операций по поимке очень опасных преступников. Кабан, ты шо, дебил? Может быть, полковник Соколов и генерал Карпенко тоже дебилы? А? Дай-ка телефон, я сейчас его наберу. Кабан, да подожди, не надо. Ну-ка встать, когда разговариваете со старшим позванием. Товарищ майор, разрешите доложить? Докладывай. Мы не были осведомлены о проведении секретной операции. Естественно, кто же вам, тупоголовым, доверит такую важную информацию? Не могу не согласиться, товарищ майор. Быстро открывайте. Открывай бы, стоишь, сопли жуешь. Давай, быстро. Из-за вас, тупорей, я не успеваю на секретную базу за обмундированием. Быстро, мне нужен пистолет. Быстро! Так, а нам ведь не положено табельное оружие? Ты хочешь помешать проведению секретной операции? Товарищ майор! Возьмите мой. Молодец. Радца, радца. Отмечу тебя в рапорте. Еще мне нужно средства связи. Телефон. Пожалуйста. Резервный. Ага, пожалуйста. Ну вот и все. Пойду я. Дай бог свидимся. А мне сырное. Слушай, а вот это мы чуть не попали. Прикинь, а кто же мог подумать? Кабан? Ага. И генерал Карпенко. Да, это ж... Да он же все на стенде вот этом прочитал. Кабан! Кабан, стоять! Стрелять буду! Нет, стрелять не буду. Кричать буду! Кабан, ну что ты наше время тянешь, а? У нас хлопот вон. Мы за последний месяц ни одного дела не раскрыли. А я знаю почему. Потому что менты дебилы, да? Заметь, не я это сказал. Так, ну давай, говори, что хотел и иду и в камеру. Кабан, у вас в отделении завелась крыса. Да откуда тебе-то знать? Знаю. Зуб даю. Слушай, может, нас по этому дела не идут? Да кого ты слушаешь? Ну, говори, кто крыса? Я при нем базарить не буду. Чего? Кабан, ты что, вообще уже что ли оборзел? Да я 15 лет в этом отделении работаю! Да хоть 20. Кабан, ты меня 10 лет как знаешь, ты что? Знаю. Поэтому при тебе базарить не буду. Да я за ментов порву, ты меня понял? Да я могу быть кем угодно, но только не крысой! Могу вообще не рассказывать. Нет, нет, нет. Ты мне все расскажешь. Ты мне прямо в глаза все расскажешь. Понял? Ну! Короче, у вас в отделении крыса. Я в камере нашел. Вот. Кабан, да ты с ума сошел? Он же месяц назад в канализацию провалился. Теперь крыс боится, как чумы. Я знаю. Поэтому при нем не хотел базарить. Все, вызывай, лепил. Если будет что сказать, я позову. Блин, куда же я его дел-то? Слышь, ты мой паспорт не находил? Ай, ё-моё, где же он? Ты ищи, ищи. Не менты же его у тебя забрали. Очень смешно. Привет, мусора. О, Кабан, сам решил явиться? Без спецдоставки. Попрощаться пришел. Ты что, умирать собрался? Не, решил подвязать с криминалом и уйти на воровскую пенсию. Вот. Ничего себе пенсия. Нам на такую лет двести работать надо. Вместе, вдвоем. Не боись. Кабан добро помнить. За хорошее отношение это вам бонусы, пацаны. На добрую память. Кабанчик, так а ты, может, пока не завязывай, если хочешь? Не, я решил. Слышь, а эти деньги не ворованные? Эти не. Впервые в жизни честно заработал лимон. Сделали предложение в банковской сфере, но я и не отказался. Ты что, коллектор, что ли? Это что, типа осенизатор? Не, Кабанчик, ты не обращай меня. Ну, в общем, удачи. Дай бог, увидимся. Дай бог, не увидимся. Пока, мусора. Вот что ты на него взъелся, а? Мы радоваться должны, какого рецидивиста перевоспитали. Ну да. День, конечно, сегодня хороший. Угу. Но мне бы паспорт найти, блин. Найдешь, найди. Паспорт-то это. Да. Паспорт. Петренко, знаю. Что там? А ты в газ, нефть, банке кредит брал? Да какой кредит? Ты мою зарплату видел? Короче, походу, нашелся твой паспорт. На него кредит оформили. Алло, сколько? Сколько? Кабан! Тринья! Стоять! И он мне, прикинь, говорит, а кто ты такой? Ого, а ты что? Ну, а я такой сразу, да ты кто такой? Ну, а он что? А он, прикинь, такой, а ты кто такой? Фига себе, а ты что? Ну, я такой... Молодые люди. А ты кто такой? А, э, здрасте. А вы распиваете спиртные напитки в общественном месте, это запрещено законом. Так тут пару бутылок. Это что, пить, это так, вкус вспомнить. Ну, ну и что? И он такой... Если вы сейчас не прекратите, вы вспомните вкус обезьянника. Да я его как-то не успел забыть за пару дней. Ну, начальник, ну реально, что нам выливать его? Ну, зачем выливать? Мы же не звери. Просто наденьте пакет, я не буду видеть, что вы пьете, и пейте себе спокойно дальше. Ну, как скажешь, начальник. В пакет так пакет. Вот так. Слышь, а реально в пакете намного прикольнее. Не зря они называются пакет для мусора. Слышь, правильно, пакеты для мусоров. Да я вам базар, и я у этого дрыща взял телефон, чтобы смс-ку черкануть, любимый. А в глаз ты ему зачем дал? Так это была приватная беседа, а он подглядывал. Ясно. В участке разберемся. А у тебя ключи? Я тебе что, паспарту? Ты же за рулем сидел. Как? Блин, ключи в машине. Да что ж, за день-то сегодня такой? Опять над нами весь участок ржать будет. То кошка рожу расцарапает, то бомжи шокер отберут, а теперь это... Че делать? Эй, блюстители, а хотите, я вам тачку открою? А ты умеешь? Как два пальца об асфальт. Знаешь, сколько я таких вскрыл? Ну, в смысле, скольким добрым людям помог? Я ж типа Бэтмен. Помог и вскрылся в темноте. А ну, вот с этого места поподробней. Ладно, ладно. Ничего. А открывай, Бэтмен. Ага. Ну, добазарились? Я вам открываю, а вы мне свободу. Ни о чем таком и не добазаривались. Ну ладно, тогда пойдем пешком. А уже в участке я всем расскажу, как вы лоханулись. Поверьте мне, ржать будут все. Я еще тот стендап-комик. Вот смотрите. Всем привет, меня зовут Кабан, и я расскажу, почему менты лохи. Ладно, ладно, ладно. Хорошо, отпустим. Чего? Ну, телефон мы потерпевшему вернули? Вернули. Вернули. Ну, открывай. Только вы отвернетесь. Зачем? Настоящий иллюзионист не открывает секретов своих фокусов. Иллюзионист. Ты что натворил? Каперфильд хренов. А в чем базар? Как договаривались, тачка открыта. Значит, я свободен. Вали уже. Что делать? Слушай, давай скажем, что на нас банда напала, и мы там еле отбились, и все такое. Думаешь, прокатит? Ну, хуже точно не будет. Кажется, будет. Эта банда у нас еще магнитолу украла. Кабан! Кабан, ты что такой грустный? Что, по тюрьме соскучился? Дурак, что ли? Эти новые менты-козлы. Типа, ты мне Африку открыл. Менты-козлы по жизни, а новые или старые, это по барабану. Не, ну, те старые козлы, конечно, конкретные были, но эти новые намного козлее. Слушай, Кабан, ты причитаешь хуже моей мамаши. Растолкуй нормально, в чем дело? Ну, вот ты мне скажи, сколько бы лет ты мне дал? Я что, тебе прокурор, что ли? Ты дурак, что ли? Выгляжу я на сколько. Ну, вот, посмотри, внимательно. Ну, так сорокет с натяжкой. Ну, сорокет. А посмотри, что они в Маляве пишут. Гражданин лет пятидесяти. Каких нахрен пятидесяти? Мне еще тридцати пяти нету. Да ладно, Кабан, ты что, телка, из-за возраста расстраиваться? Какая телка? Я тебе говорю, менты новые, козлы, ты читай вверху. А что, разыскивается неизвестный, ограбивший банки, что? Неизвестный? Какой я нахрен неизвестный? Меня тут с детства каждая собака знает. Вот раньше менты были с уважением, с понятиями. Разыскивается всем известный Кабанов Макар Юрьевич, 83-го года рождения, по кличке Кабан, а сейчас неизвестный лет пятидесяти козлы. Да ладно, Кабан, что ты, дай им время притереться, пообщаться, познакомиться. Да еще и фотку неудачную выбрали. Ну, посмотри, ну, где он, где я? Неизвестный с неудачной фоткой. А, тут еще написано плотного телосложения. Козлы я в санаторе, козлы. Конечно, козлы. Я похудел, между прочим, на 1,5 кг. Да ладно, Кабан, не расстраивайся, сейчас что-то придумаю. Придумаем. Эй, ментеныш, иди сюда. Пиши, короче, Кабанов Макар Юрьевич, 83-го года рождения. 1983-го, что ты пишешь? Да цифрами пиши, ты что, прикалываешься? По прозвищу Кабан. По кличке. А, в натуре. Зачеркни прозвище, пиши, кличка Кабан. Неоднократно осужденный по статье разбой. Нападение на милиционеров. Что еще? Стройного телосложения. А, да, в натуре. Пиши, самый красивый Кабан на районе. Не, ну не самый красивый. Самый, не скромный, самый, самый. Пиши, самый красивый Кабан на районе. В данный момент разыскивается за вооруженное ограбление банка. Что это? А, точно, в натуре. Красава. Держи. Пиши, в данный момент вооруженный очень опасный. Очень. Что ты хотел добавить кому? А, я это, да. Мама! Да стой ты! Блин. Да я ж сдаться хотел. Но не козлы, а. Вот только бан. Эти новые еще козлее. Никакого уважения к авторитетам. Вот козлы еще на предохранитель не ставят. Так, день милиции. Нет. Восьмое марта. Нет. Блин, то вроде больше и праздников то нету. Здорово, начальник. О, Кабанчик. Что за срочная срачность? Прямо с толчка сорвай. Чаек? Черный, зеленый? Спирт. Пей чай. Кабанчик, ты же это, ты сейфы открывать умеешь? Что, хотите на меня висяк повесить, да? Не-не-не, так дело не пойдет. Это вообще не моя тема. Рэкет, хоп-стоп, пожалуйста. А вот это сидеть с наушниками, что-то слушать, это вообще не мое. Да не, Кабанчик, у нас тебе дело посерьезнее. Что, наконец-то согласны на мою тему? Отлично. Когда идем на дело, как делим, какие доли? Да какие нахрен доли? Сейф наш. Ну, просто код забыли. А, я знаю этот разводня. Короче, так, либо 50% от того, что в сейфе, либо ищите сварщика. Кабанчик, какие 50% от нас? Служебный сейф, там документы, оружие, что тебе? Что, есть патронов буду должен? Или я тебе пол корочки лейтенанта, или пол бутерброда? Я не знаю. Это же вы, дебилы, код забыли. Так что давайте думайте, как меня заинтриговать. Ладно, хорошо. Мы к тебе на твой вызов на 10 минут позже приедем. На 15. 10. Ладно, на 10, но без собаки. Ладно. Добекались. Где сейф? Ага. Так. О-о-о-о. Сложная система. Австрийская. Да какая нахрен австрийская? Я его на рынке за 6 патронов выменял. Значит, повезло. На лоха попал. Реально сложная система. Есть сигарета? Зачем тебе сигареты? Для дела. Блин. Кабан, ты же сказал для дела. Я же не сказал, что конкретно для этого. Спирт давайте. Что, тоже для дела? Не, это для души. Кабан, а в том-то и дело, что спирт в сейфе. Ага. Тогда я, когда его открою, он мой. А ты не охренел условия нам тут ставить? Ты мне жену мою напоминаешь до первого секса. Ну, ладно, тогда ищите сварщиков. Ладно, спирт твой. Половина. Добегались. Ну. О, нужная штучка. Отвернитесь. Это она долго? Пару сек. Ну, пару сек. Отворачивай. Да, 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 хорошо. 당연 Magic. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА